В сентябре 1941 года были утверждены списки Дмитриевского партизанского отряда. В ночь со 2 на 3 октября его бойцы перешли на нелегальное положение. За 17 месяцев совершено более 400 боестолкновений с противником, и сейчас вы услышите несколько историй от сыновей тех людей, которые бесстрашно противостояли оккупантам. С первых же дней в отряде появилась Матрёна Вавилкина «Белка», так звали товарищей Тубойку и Девчонку. Она участвовала в трех операциях, 15 раз стояла в боевых дозорах и в последний раз заступила на пост 6 января 1942 года. Как раз в этот день партизанскую базу окружили карателя. Её товарищи успели уйти. Непонятно, почему её не предупредили. Она осталась на своём пасту. И вдруг она увидела перед собой перебегающие фигурки карателей. Она начала отстреливаться. А у неё, как рассказывали партизаны, у неё всего-то было 12 или 15 патронов в этом карабине. Несколько выстрелов она сделала, и её неожиданно тяжело ранили. Вот её раненую подобрали, выволокли на просеку и привязали к хвосту лошади. И повезли в Минковский лесхоз. Вот здесь, на этом месте и происходили последние события в её молодой жизни. Лично начальник полиции, районной полиции Дмитриевского района Гридин начал её пытать. Бил ногами, говорил, где находятся лесные бандиты. Она ему не ответила, только рассмеялась в лицо. На окраине посёлка Образцовый жил связной Матвей Чекирёв. И вот 29 апреля 1942 года к нему пришли несколько партизан. Командир отряда плотников, беспорточный, Ермаков и Винокуров. Сели за стол, не затерявая закуска. Картошка в мундирах, огурцы, кусочек сала. Начали кушать. В это время вбегает хозяйка и говорит, немцы. Все вскочили и кинулись кто куда. Партизаны выскочили, выскочили из Сенец во двор. И плотников бросился в сарай, беспорточный залёг за погребом. Ермаков ещё ранее плотников крикнул ему, чтобы он шёл к Большому Думу. Там был пост партизанский. И этот пост, чтобы сообщили в отряд, чтобы надо их поддерживать. А Винокуров в это время бросился в ложок и ушёл в сторону Чернивки. Началась перестрелка. Стреляли с поля. Вот оно, перед нами это поле. Стреляли с поля. Партизаны отстрелились отсюда. Это длилось минут 30-40. Когда выстрелы затихли, выяснилось, что командир отряда Михаил Плотников погиб. А Винокуров стал предателем. Часто партизанам приходилось приезжать в оккупированный Дмитриев не тайком ночью, а при свете дня. И было это рискованно. На здании управы даже висел плакат «25 тысяч марок за голову беспорточного». В этот раз его сопровождал командир первой роты Пётр Сафронов. Сели вдвоём на лошадь, как говорят, ох, такая лошадь была скоростная. И поехали в Дмитриев. Надо было получить отперские сведения. Мой отец привязал лошадь здесь и остался ждать. А Дмитрий Дмитриевич вошёл в здание, и отец ждал, когда он выйдет, чтобы вместе с ним решать вопросы дальнейшего пребывания внутри. Отец был в немецкой военной форме офицера. Зашёл в здание чайной и сел у окна за второй столик. Он начал посматривать в окно, ожидая, чтобы подошла перска и получить у неё сведения для партизанского отряда. Глянув в очередной раз в окно, он увидел Винокурова. Встретившись глазами, они поняли, что узнали друг друга. Винокуров резко повернулся и побежал, как отец понял, в комендатуру, в центр города, в комендатуру, чтобы сообщить о том, что здесь находится партизан Беспорточный. Как отец говорил, я встал резко и думаю, что надо срочно уходить, иначе меня поймают. И быстро вышел на улицу. Беспорточный и Сафронов в Торопях покинули город, а за их спинами уже раздавались выстрелы немецких оккупантов. Станцию Дюрюгина охраняли венгерские подразделения. И был среди них тайный коммунист Андрей Кривуляк. И вот этот человек искал встреч с партизанами. И чисто случайно на местном рыночке он встретился с Марией Дрючиной. И та помогла ему найти связь с партизанами. Андрей Кривуляк и Мария Дрючина полюбили друг друга. Но довериться значило рискнуть своей жизнью. Как-то мать набралась храбрости, сказала. Он ничего не сказал. Вышел, говорит. И мать через некоторое время ждала-ждала. Ни его вышло потом. Ни его, ни охраны нету. Никого нету. Но это уже был положительный момент. Он же тоже боялся. И вскоре Андрей Кривуляк стал помогать партизанам. Передавал сведения, снабжал боеприпасами. Немецкое командование станции Дмитриев, где располагалась база этого подразделения, почувствовало, что кто-то наводит партизан на те или иные действия. И стали вычислять кто. Руководство Дмитриевского партизанского отряда решило увезти Андрея Ивановича из-под удара оккупационных войск. И в середине октября была придумана операция около станции Деревина, где инсценировали его гибель, чтобы его родственников в далекой Чехословакии не могли уничтожить. И он перешел на подпольную жизнь в Дмитриевском партизанском отряде. 2 января 1943-го партизаны совершили дерзкий налет на станцию Дерюгина. В операции принял активное участие Андрей Кривуляк. На две недели железнодорожный узел был выведен из строя. С октября 1941-го по февраль 1943-го Дмитриевский партизанский отряд пустил под откос 25 воинских эшелонов. Вывел из строя 564 вагона, 118 автомашин противника. Подорвал 22 танка, 30 орудий, 6 самолетов. Уничтожил более 3 300 оккупантов и предателей. 3 марта 1943-го года 1-я курская партизанская бригада, в состав которой входил Дмитриевский отряд, была расформирована, а город освобожден. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова